Во всей стране прошло предварительное голосование в партии «Единая Россия». Кто из кандидатов в Ненинском округе получил наибольшее количество голосов и будет направлен на сентябрьские выборы? От Камчатки до Калининграда. Ненинский округ присоединился к флэш-мобу вознаменования перехода на цифровое телевещание. Первая волна государственных экзаменов для выпускников 11-х классов началась сегодня. Какие предметы пользуются большей популярностью в регионе? С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Выпускники 11-х классов сегодня сдали первые ЕГЭ, причем сразу по двум предметам. Испытания проходят на базе пункта проведения единого государственного экзамена, организованного в школе номер 5. Уровень освоения школьной программы продемонстрировали 33 выпускника. Полина Валей занимается в образцово-самодеятельном коллективе «Травушка». Девушка мечтает стать вокалисткой. Именно поэтому для поступления, помимо обязательных предметов, Полине предстоит сдать экзамен по литературе. К литературе я готовилась немного сравнительно, потому что больше готовилась именно к вокальной части. И вот недавно начала готовиться к литературе. На самом деле это такая лотерея экзамены в 11-м классе, смотря что попадет. Если попадет легкая тема, которую я знаю, то, конечно, есть большая вера, я признаю что это хорошо. Если попадет что-то, что я не успела изучить, соответственно, баллы будут низкие. Минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32. Экзаменуемым необходимо выполнить 16 заданий и написать полноформатные развернутые сочинения в заданной теме. На порядок больше заданий по географии – 34, а минимальный балл – 37. В качестве дополнительного экзамен по географии в Ниньцком округе выбрали 11 выпускников. Среди них Дмитрий Кожевников. Молодый человек мечтает о карьере летчика или спасателя. На экзаменах из разрешенного паспорт, ручка, линейка, транспортер и непрограммируемый калькулятор. При входе – тотальный осмотр, а в кабинетах – камеры видеонаблюдения. Пакеты с заданиями привозят строго в день написания. «Основная волна у нас 27 мая по 13 июня. И затем уже основные резервные дни, в которых принимают участие обучающиеся, у которых совпали предметы, либо выпускники прошлых лет. Больше всего участников у нас традиционно – это общество знания, история, физика и биология. Общество знания больше 50%. То есть каждый второй обучающийся у нас выбрал общество знания. Историю, физику и биологию – каждый пятый ученик. Всего в Нейнском округе первые экзамены сдали 33 выпускника. Результаты они узнают 11 июня. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Правительство России компенсирует округу затраты на приобретение вертолетов для санавиации. Об этом сегодня на расширенном совещании при главе региона доложил заместитель губернатора Юрий Бездудный. Напомню, ранее губернатор округа Александр Цибульский и гендиректор Акционерного общества вертолета России Андрей Богинский заключили соглашение о взаимодействии сторон в области поставок новой вертолетной техники российского производства. Как отметил вице-губернатор, обновление парка вертолетов Нарьинмарского авиаотряда обсуждалось на совещании с представителями компании в минувшую пятницу. В частности, речь шла о возможности поставки трех вертолетов по программе санавиации. Глава региона в свою очередь отметил, что этот вопрос необходимо обсудить с руководством Нарьинмарского авиаотряда, за чьими силами непосредственно выполняются рейсы санавиации. Для того, чтобы покупать вертолетную технику даже с 50% скидкой, мы должны четко понимать, за счет чего мы будем финансировать, с какой доходной частью мы будем это оплачивать. Значит, это не должно оплачиваться, я принципиально на эту позицию настаиваю на ней, это не должно оплачиваться за счет прямых субсидий с бюджета, это должны быть доходы от коммерческой деятельности, которые должно получать предприятие. Также Александр Цибульский поручил своему заместителю встретиться с коллективом авиаотряда. Единый день предварительного голосования состоялся в регионах России в воскресенье 26 мая. В Ненинском округе в ходе предварительного голосования выбирали кандидатов от Единой России в Горсовет Нарьинмара, Совет депутатов Заполярного района, на выборы глав Калгуевского и Хаседохарского сельсоветов, а также по выборам кандидатов от Единой России в собрание депутатов Ненинского округа по одномандатному избирательному округу номер 8 Городецкий. 26 мая в 8 утра на территории Ненинского округа открылись 30 избирательных участков. Половина из них в Нарьинмаре. Жителям региона предстояло выбрать кандидатов от партии Единая Россия в окружное собрание, городской совет и муниципальные органы законодательной власти. Всего 54 кандидата. Выборы, как отмечали члены территориальных избирательных комиссий, проходили при хорошей явке. Люди приходят. Утром было, конечно, поменьше, после 10-11 побольше. Приходят, голосуют. Нарушений нет. Единая Россия – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. По его итогам будут определены кандидаты от партии на выборах депутатов, законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления. При этом участники праймерис не обязательно должны быть членами партии. Они могут быть ее сторонниками или беспартийными. Как и во время любой выборной кампании, за ходом праймерис следят наблюдатели. Выборы идут спокойно. Явка идет постепенно. Утром никого не было особо, потому что люди пока были дома, завтракали. Сейчас постепенно явка повышается. Перед обедом было повышение явки. И сейчас снова люди активизировались, идут. Нарушений не было никаких. За ходом избирательной кампании в Наринмаре также следил депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель руководителя Межрегионального координационного совета партии по Северо-Западу Алексей Лященко. Очень много участвует молодых людей, которые прошли через партийный проект «Политстартап». И, наверное, это здорово, потому что молодые люди приносят с собой и энергию, и новый взгляд на те проблемы, которые стоят и перед регионом, и перед страной. Поэтому партия поддержит тех кандидатов, которых выберет житель региона. Прийти и проголосовать за своего кандидата могли все граждане, обладающие избирательным правом. Главное, чтобы на момент предварительного голосования человеку исполнилось 18 лет, и он был зарегистрирован на территории данного счетного участка. Хотелось бы, чтобы вы больше внимания обращали на наше образование, не на саму систему, как таковую, а на зданиях, в которых находятся наши учебные заведения. Это наша боль округа. Второе, я бы хотела очень, чтобы обратили внимание на предпринимательство, как таковое. Сейчас очень много делается, но такое ощущение складывается, что все вот эти вот направления, они между собой как-то немножко не дружат. Хочу, чтобы по улице авиаторов привели порядок тротуары до домов, потому что женщины с детьми колясками и зимой, и летом страдают. Песок вокруг и слева, и справа. И чтобы обязательно там, в том районе заработал магазин продуктовый и хостовары, которые два года во дворе Сушинского взяли под крыши магазин, подняли стены, и дальше ничего. По-моему, Горпоторг там строит чего-то. И детской площадки в этом округе нету вообще. В 2019 году в предварительном голосовании «Единая Россия» участвует рекордное количество молодежи за все время проведения самой процедуры. На выборы в ЗАГСобрании и административные центры претендуют 38% участников «Праймерис» в возрасте до 35 лет. Ненецкий округ не стал исключением в этой статистике. Многие из избирателей оставляли наказы свои не только во время предвыборной работы перед «Праймерис», но и сегодня на участках. Надеюсь, вот эти молодые ребята, участники политстартапа, воспримут это не просто как слова и забудут их, а будут использоваться в своей дальнейшей работе как указание к действию. Ну и посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что только хорошее. Предварительное голосование проводится для того, чтобы в честной конкурентной борьбе был выявлен сильнейший. Он затем станет кандидатом от «Единой России» на основных выборах, которые пройдут в стране в день единого голосования 8 сентября. Активность есть. Это еще раз говорит о доверии избирателя к процедуре предварительного голосования. И мы эту процедуру проводим не впервые, и поэтому уже есть и понимание и у кандидатов, и у избирателей, ради чего это происходит. Итоги голосования регионы должны подвести до 28 мая включительно. В июне и июле пройдут конференции региональных отделений «Единая Россия», на которых будут утверждены списки кандидатов от партии на осенние выборы. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Все 30 счетных участков в Нейнском округе закрылись в 20 часов. После чего комиссия приступила к подведению итогов. Явка в регионе составила 12,33%. Счетные участки посетили 3782 человека. На Рьенмаре предварительная явка оказалась равна 12,22%. В предварительном голосовании по выборам кандидата от «Единой России» в собрание депутатов Ненинского округа по одномандантному избирательному округу номер 8 «Городецкий» победил управляющий на Рьенмарском отделении Московского индустриального банка Андрей Попов. В одномандантном избирательном округе номер 1 победу одержал предприниматель Павел Матвеев. По второму округу победу одержал Виктор Гмырин. Он также является предпринимателем. В одномандантном избирательном округе номер 3 лидером стала Светлана Хозяйнова, главный консультант сектора по работе с НКО Департамента внутренней политики Ненинского округа, а по четвертому округу преподаватель на это Анастасия Липунова. В одномандантном избирательном округе номер 5 победу одержала депутат Горсовета Вера Дроздова. В шестом Юрий Суський, директор Центра природопользования Ненинского автономного округа. По седьмому округу прошел секретарь Ненинского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Гусев. По восьмому директор школы номер 1 Юрий Канев и Елена Хабарова, замдиректора Центра развития образования Ненинского округа. Набрали одинаковое количество голосов. В одномандантном избирательном округе номер 9 первой стала Ирина Яркина, сотрудник Севергеологии. Индивидуальный предприниматель Александр Терлецкий одержал победу по одномандантному избирательному округу номер 10. По 11 округу лидером праймерис является депутат Горсовета Виктор Кыркалов. В номер 12 Олег Плесовских, тренер-преподаватель по мини-футболу. В 13-м Елена Беленцева, преподаватель детского развивающего центра «Красный лис». В одномандантном избирательном округе номер 14 Евгений Шестаков, замдиректора Ледового дворца спорта труд. А в 15-м Ольга Казицына, директор Центра развития образования Ненинского округа. Напомню, что также в единый день предварительного голосования выбирали кандидатов от партии «Единая Россия» в Совет Заполярного района, а также на выборы глав двух муниципальных образований – Калгуевского и Хоседохарского сельсоветов. Светофер на перекрестке улиц Ленина и Пионерская модернизируют. Контракт на сумму 1,5 млн. рублей заключен с подрядной организацией «Нарьинмар-Дор-Римстрой». Работы по модернизации, согласно условиям контракта, должны быть завершены до 30 сентября 2019 года. Транспортный светодиодный светофор для регулирования движения пешеходов оснастят табло для отчета оставшегося времени и анимированным сигналом «Идущий человек». Кроме того, для маломобильных категорий граждан будет функционировать голосовое сопровождение перехода. Ранее такие устройства появились на светофорах в районе прокуратуры по улице Ленина, на улице Октябрьская и на перекрестке улиц Заводской и Юбилейной. Также на переходе установят новое освещение. Контракт финансируется государственной программой Ненецкого округа развития транспортной системы. Мероприятие реализовывается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Ненецком округе». 36 воздушных змеев запустили в Нарьинмаре вознаменование перехода региона на цифровое телевещание. Количество змеев равняется числу регионов, которые вместе с нашим попали в третий этап цифровизации страны. «Все будет четко» – так назывался флешмоб, который прошел в эти выходные в центре Нарьинмара. 36 воздушных змеев с символикой 20 бесплатных телеканалов и названием региона взмыл верх на площади Марацей. Принять участие в акции ему к любой желающей. «Для того, чтобы запустить змеев в честь того, что скоро весь регион перейдет на цифровое телевидение. И все будет круто. Да, и четко». Ненецкий округ стал одним из 36 регионов участников акции от Камчатки до Калининграда. Включенных в третью волну перехода на цифровое эфирное телевещание с 3 июня этого года. «А сейчас мы фактически с 3 июня полностью вся страна и Ненецкий округ переходят на цифру. У нас будет 20 каналов совсем другого качества». Запуск цифровых воздушных змеев проходит в регионах по инициативе Министерства цифрового развития связей и массовых коммуникаций Российской Федерации при поддержке международной медиагруппы «Россия сегодня». «Эта акция символизирует, во-первых, то, что мы вступаем в новую эру, эру цифрового телевидения. Вместо двух каналов с плохим качеством мы будем смотреть теперь 20 бесплатно, с качественным звуком и картинкой высокой четкости». До начала строительства цифровой сети 44% жителей страны могли смотреть не более 4 каналов, а около 25% населения только 1-2 канала. После перехода на цифру более 98% жителей России смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве. Оставшийся процент населения сможет принимать сигнал посредством спутника. «В первую очередь это увеличение телевизионных каналов. 20 бесплатных телевизионных каналов. То есть у нас вместо, скажем так, аналогов 1 или 2, то есть вместо первого или в России 1, значит, будет идти первая десятка, первая мультиплекция, 10 каналов. И вторая, то есть 15 телевизионных станций у нас смонтировано по округу, то есть получается городская станция и 14 по округу. В каждом от этих населенных пунктах, где смонтированы станции, будет 20 телевизионных каналов. Таким образом, то есть увеличение. Увеличение и, соответственно, как качество картинки, так и гораздо лучше». Незащищенные слои населения при переходе на цифровое вещание смогут рассчитывать на поддержку властей. Кроме того, специально созданные волонтерские группы окажут помощь в подключении оборудования. «Сейчас мы отдали на просчет в администрацию, на согласование законопроект, который поможет поддержать жителей села, у которых нет наземного цифрового вещания, которые будут его получать только через спутник. Понятно, что таких абонентов в наше современное время немного, уже у многих, у подавляющего большинства тарелки, но тем не менее, есть пенсионеры наверняка, малоимущие, многодетные семьи, в которых тарелок еще нет. И мы придумали норму, которая будет компенсировать 4,5 тысячи рублей за оборудование». Участие в акции приняли общественники, волонтеры, представители культуры, СМИ, органов власти. 1 июня на площади Маратсей пройдут праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Жителей и гостей города ожидает насыщенная развлекательная программа. В 11.00 на центральной площади города стартует концертно-развлекательная программа «Праздник детства». В то же время начнут работы игровые площадки и аттракционы. В концерте примут участие коллективы Дворца культуры Арктика, этнокультурного центра, школы танцев «Элит» и «Лу Дэнс Фэмили». Кроме того, ребята смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте «Планета детства», разнообразных мастер-классах, покататься на аттракционах, лошадях, познакомиться поближе с животными контактного зоопарка нашего города и многое другое. Добавлю, во Дворце культуры Арктика на малой театральной сцене состоится спектакль «Сказки из сундука» театральной студии «Островок», а также благотворительный концерт «Взрослые дети». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды.